... о Господе нашем Иисусе Христе. Более того, там, в далеком Бавилоне, пророк Даниил пишет пророчество о Мессии, 540 года нашей эры. Помните, 77-й определены для народа моего Израиля. И там конкретно, вот, и будет распят Христос. Поэтому пророчество конкретно было сказано пророке Данииле о спасителе нашего Иисуса Христа. Почему сегодня традиционный иудаизм из своих книг священного описания изъяли книгу пророка Даниила? Потому что книга пророка Даниила непосредственно указывает на период, когда должен родиться и должен умереть Спаситель наш Иисус Христос. Более того, 2000 лет, 2300 лет спустя в небольшом доме в Лондоне, мужчина, которому уже за 60, усердно исследует книгу пророка Даниила и Откровения, который Антон впоследствии назвал делом всей своей жизни, плодом более чем 20-летних усилий Исаака Ньютона, когда он издал комментарии на книгу Даниила и Откровения. 1700-е годы. В 1727 году он умер. Применяя принцип «день за год» в языке 4 глава, Ньютон обнаружил, с какой удивительной точностью исполняется пророчество. Время пришествия Мессии было предначертано божественным проведением. Ну, мы потихоньку приближаемся к Новому Завету и уже первые главы книги Евангелия Трубки Матвея повествуют, что многие благочестивые иудеи нашли ключ к пониманию пророчества. Матвея 1-го, 15-й стих, «Чувство я призвание» Иоанн Креститель провозглашает «Исполнилось время! Покайтесь! Ибо приблизилось Царство Божие!» Поэтому школа, претенагога, престарелые, ради научили трактовки пророчеств, пробуждая надежду детей Израиля на скорое исполнение арендования о пришествии Мессии. Конечно, в то время духовность подверглась разрушительному влиянию греческой культуры. Также служение при храме в Саддукеи настолько воплотили в себе греческое понимание о религии, что в конечном итоге, дорогие, они совсем стали пренебрегать в Священном Писании. С другой стороны, фарисеи, защитники духовного развития, исследовали Писание, но они исследовали через призву предания отцов старейшим. Дорогие, исполнилось время, повторяю, это анхреститель. Если брать историческую справку со временем покорения Палестины, это 61-й год нашей эры, за 30 лет, в которые война шла, и иудеи хотели добиться своей независимости, 150 тысяч еврейских панстанцев были убиты. 31-й год до Христа Иисуса Император Октавиан Ему дали рост, наконец, установить мир в Римской империи. Цезарю подавали почести, достойные Богу. Цезарь объявлен, был спасителем государства, и впервые появилось слово у иудеев Евангелие. Другими словами, благая вес, добрая вес, установлен новый мировой порядок. Язычники, римляне относили это к Цезарю. Но вот что говорит историк. После 25 золотых лет правления Августа какая-то глухая неизбежность гложет мир. Философы умъязли умудрствования. В домах и храбах скопилось множество божеств, сделанных по образцу и подобию человека. И чем больше их становилось, тем меньше им верили. Римский историк, историк Святонии пишет, по всему Востоку распространилось давнее укоренившееся верование, что в это время должен прийти из Иудеи человек, который будет управлять миром. И мы знаем рождение Христа, пришли мы рождение Христа, который будет целью вам. Мы это те, которые исследовали Писание, потому что история говорит, ко времени прощества Христа почти миллион язычников обратилось к иудаизм. И более того, священные свитки были распространены, дорогие павелы, аж до далекого Бавилона, которые исследовали и приходили в заключении, что наступает время, исполнилось время. Но многие искренние верующие понимали, что это пророчество о Мессии. Вместе пророчество о Мессии как говорит предыдует.